МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте всем тем, кто любит кино. Вы снова с нами, а это значит, что мир кино вам не безразличен. В эфире программа про фильм. Эти 10 минут с вами буду я, Рина Фей. На этой неделе завершает свою работу 72-й Венецианский кинофестиваль. О ходе его работы и фильмах участников расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. Далее в нашей программе. Портрет Настасии Кински стал официальным постером Венецианского кинофестиваля. Начнем, как водится, по порядку. Лицом 72-го Венецианского кинофестиваля стала актриса Настасия Кински. Ее портрет занял место на официальных постерах киносмотра. Настасия Кински, дочь немецкого актера Клауса Кински, начала сниматься в кино во второй половине 1970-х. Международную славу актрисе принесла главная роль в картине романа Поланского «Тесс». Среди других фильмов с участием артистки «Париж-Техас», любовники Марии, Андрея Кончаловского, внутренняя империя Дэвида Линча. Настасия Кински – одна из тех, кто лицетворял независимое кино в 1980-х. На постере она изображена в образе своей героини из фильма «Париж-Техас» Вима Вендерса, говорится в официальном заявлении фестиваля. На задний план постера фестиваль поместил актера Жан-Пьер Лео, который был лицом предыдущего венецианского киносмотра. На плакатах изображена фигура Лео из последнего кадра фильма «Франсуа Трюфо. 400 ударов». В этом году фестиваль проходит со 2 по 12 сентября. А теперь немного истории. Как известно, Венецианский кинофестиваль по праву считается одним из старейших. В каком году был основан этот кинофестиваль и кто считается его прародителем в нашем следующем сюжете? Венецианский международный кинофестиваль – один из старейших международных кинофестивалей и важное событие в мире кинематографа. Он был основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини. История фестиваля прерывалась дважды – в годы Второй мировой войны и в конце 1960-х годов, но ненадолго. Сегодня Венецианский кинофестиваль фактически определяет моду на кино. В главной конкурсной основной программе фестиваля участвуют полнометражные художественные фильмы, никогда ранее не демонстрировавшиеся публики и не участвовавшие в других фестивалях. Обычно таких картин бывает не более 20. Их отбором занимается директор фестиваля и комиссия из пяти экспертов, а также группы иностранных консультантов. Список отобранных фильмов держится в строгом секрете до официального объявления. В международной жюри главного конкурса фестиваля входит от 7 до 9 человек. Это деятели кинематографа, искусства, культуры. Главный приз фестиваля «Золотой лев» вручается лучшему фильму. Также присуждаются «Серебряный лев» лучшему режиссеру, кубок в Альпии за лучшую мужскую и лучшую женскую роли, приз Марчелло Мастрояни, лучшему молодому актеру или актрисе, Оселло, приз за лучший сценарий, операторскую работу, выдающиеся технические достоинства и прочее. Главным призом Венецианского кинофестиваля является «Золотой лев». Помимо него существует специальный приз жюри, который вручается по желанию жюри режиссеру, актеру или актрисе за совокупный вклад в киноискусство. В разные годы главный приз Венеции «Золотой лев» выигрывали такие фильмы, как «Росимон», «Дневная красавица», «Возвращение», «Фауст». Помимо конкурсной программы, фестивальный показ также состоит из следующих основных частей. Программа «Горизонты», где участвуют игровые и документальные фильмы, представляющие новые тенденции в развитии кинематографа. Конкурс короткометражных фильмов. Это конкурс игровых и анимационных короткометражек. Внеконкурсный показ, где демонстрируются наиболее выдающиеся мировые премьеры, вышедшие в текущем году. Секция независимого и параллельного кино. Международная неделя критики. Конкурс авторского кино. И, конечно же, в течение всего фестиваля проводится кинорынок, где крупнейшие торговые компании предлагают прокатчикам со всего мира последние новинки кинопроизводства. Смотрите далее. Режиссер Бальтасар Кармакур рассказал о своей новой работе. Итак, вернемся в год сегодняшний. В этом году жюри фестиваля возглавляет мексиканец Альфонсо Куарон. Фильмом-открытием 72-го венецианского кинофестиваля стала драма Бальтасара Кармакура «Эверест». Эта картина не будет оцениваться компетентным жюри, так как была показана вне конкурса. В основу фильма были положены истории восхождения на гору двух различных экспедиций, главной целью которых стала борьба за выживание в условиях мощнейших снежных бурь. Некоторые из оставшихся в живых впоследствии описали трагедию на Джамалунгме со своей точки зрения. Так журналист Джон Кракауэр о случившемся рассказал в книге «В разреженном воздухе». В фильме я показал свое видение тех событий. Я пытался дать как можно более объективную картину событий. Я не русский и не американец, я исландец. У меня нет никакого интереса в том, чтобы подменять факты. Понятно, что то, что я показал, и то, что писал Кракауэр – две большие разницы. Казахстанская премьера новой работы Бальтасара Кармакура «Эверест» намечена на 17 сентября. В наших кинотеатрах фильм будет демонстрироваться в формате IMAX, который позволит в полной мере ощутить высоту и мощь гималайских гор и насладиться заснеженными горными вершинами. Премьеру посетят ведущие казахстанские альпинисты Максут Жумаев и Василий Певцов. На «Золотого льва» в этом году претендует 21 картина, в том числе российская документальная лента «Франкофония» «Лувр под немецкой оккупацией». Ее режиссер Александр Сокура в 2011 году уже получал главный приз фестиваля за картину «Фауст». Один из главных претендентов на победу – лента «Девушка из Дании» от создателя фильмов «Король говорит» и «Отверженный» обладателя «Оскара» Тома Хупера. Новая работа Хупера рассказывает реальную историю датского художника Эйнара Вегенера, первого мужчины, сделавшего операцию по смене пола. Роль транссексуала досталась Эдди Редмайну, а его коллегами по фильму стали Эмбер Хёрд и Алисия Викандер. Звезда саги «Сумерки» Кристиан Стюарт, исполнительница главной роли в экранизации «50 оттенков серого» Дакота Джонсон, тоже привезли в Венецию новые работы. Стюарт представила антиутопию Дрейка Дориуса «Равные». Фильм основан на книге Джорджа Оруэлла «1984». Партнером Стюарт в фильме стал Николас Холт. В фильме Холт и Стюарт играют влюбленных в футуристическом мире будущего, где запрещены любые чувства. Я не могу много говорить об этом фильме, но Кристен – отличная актриса и невероятно талантливая. Она может импровизировать с диалогами, но не отходить от сюжета. Я могу долго говорить о ней. Она чудесная, потрясающая и веселая девушка. У нее есть четкое представление о ее работе, и она – настоящая актриса. Дакота Джонсон презентовала сразу две ленты со своим участием. В рамках основного конкурса Дакота представила криминальную драму «Большой всплеск» Луки Гуадань-Ино, в которой также сыграла Тильда Суинтон. Помимо этого, актриса появилась на презентации криминальной драмы «Черная месса» с Джонни Деппом в главной роли. Как распределяться премии и кто получит главный приз фестиваля, узнавайте на сайте нашего телеканала. Лауреаты будут объявлены сегодня вечером. Далее вы увидите «Тернистый путь к большому экрану» проекта «Остров черепа». Похоже, что картина под названием «Остров черепа» начинает свой путь к большому экрану с весомых потерь. Проект, который позиционируется как спин-офф Кинг-Конгу, лишился сразу двух актеров, которые были в центре внимания на минувшей церемонии вручения Оскара. От участия в этом проекте уже отказались Майкл Китон, который был номинирован на премию за роль в Бёрдмане, и Джей Кей Симмонс, завоевавший золотую статуэтку за работу над драмой «Одержимость». Актеры покинули спин-офф Кинг-Конга из-за конфликта съемочных графиков. Работа над картиной должна была стартовать осенью этого года. Однако студия «Легендари Пикчерс» решила отложить производство на несколько недель. Кроме того, съемки фильма, по всей видимости, займут больше времени, чем было изначально обговорено. Вкупе оба этих фактора повлияли на решение актеров. Сюжетные подробности проекта не раскрываются. Известно лишь, что речь пойдет о группе исследователей, отправившихся изучать остров Черепа, родину легендарного Кинг-Конга. Главную роль в картине исполнит Том Хиддлстон, которого изменения в съемочном графике фильма не отпугнули. Сегодня мы, как всегда, постарались собрать для вас все самые интересные новости и рассказать о них в нашей передаче. Смотрите нас, и вы будете знать все о качественном кино. Субтитры создавал DimaTorzok